Привет, мой дорогой друг. Хе-хей, пузырьки, с вами Серч, и это факт номер 20. У меня пальцев на одной руке не хватает, чтобы показать цифру 8. Хо-хо-хо, как пошутил. Короче, не будем многословными, мы переходим к вопросам. Серч, ты будешь проходить Half-Life 3, если он выйдет? Знаешь, поговаривают, что Гейб не знает цифру 3. Но если случится так, что он вспомнит о ней и выпустит Half-Life 3, то это, наверное, будет самая продаваемая игра в мире. И, конечно же, я в неё поиграю. Здорово, Серч, ты хороший парень и отлично снимаешь видео. Желаю тебе очень много подписчиков, а они у тебя будут. Ой, ну перестань. И здоровья твоим родителям. Так, а теперь вопрос, Серч, не мог бы ты сыграть в игру под названием Five Nights at Freddy's? Твою мать! Да, буду очень благодарен. Кстати, поздравляю с 30 тысячами подписчиков. Спасибо, чувак, очень вовремя. Я слежу за тобой. Кого в школе ты ненавидел больше всего и почему? И тут же ниже. Учителей. Надеюсь, почему не надо объяснять. Знаешь, не только учителей, было ещё несколько человек, которых я был готов расстрелять нахер, просто к херам. Вот. А ещё была учительница по математике, Ольга Ивановна. И мне очень, конечно, ну как бы неприятно говорить, это всё как бы это видео, и многие смотрят, и возможно она каким-то образом наткнётся на это видео и узнает, что она охренительная учительница. Да нет, на самом деле это учительница по математике, а я далеко не люблю математику, и ну у нас там возникал трёш-мёрш с ней. О-о-о, сказал как физрук. Посвящал ли ты своей девушке стихи под музыку? Ну, многие знают, что я не люблю называть рэп-рэпом и называю это стихи под музыку. Знаешь, была одна девушка, которую я очень сильно любил, но через некоторое время мы с ней разошлись. Так вот, она написала мне песню! Привет, первый вопрос. Если ты выбирал машину, какую коробку ты выбрал? Автомат или ручку? Наверное, даже не знаю. Второй вопрос. Будешь ли ты присутствовать на выставке видеоигры Игромир 2014? К сожалению, уже не буду, но вот на 2015 вполне вероятно. Третий вопрос. Какую игру ты хочешь приобрести, которая будет или уже та, которая вышла? Ну, я не знаю, на самом деле, к какой категории отнести GTA 5. Это сложно, на самом деле. Она вроде бы и вышла, а вроде бы ещё и нет. Так вот, её я хотел бы приобрести. Серч, а почему ты мать троих детей? Всё достаточно банально и просто. Да. Мать троих детей. Божественная логика. Здорово, Серч. Мало того, что пацан хотел написать здорово, сделал ошибку, так он ещё и в слове Серч поставил мягкий знак. Молодец. Красавец. Смотрят ли твои родители видео, которые ты делаешь? Без мягкого знака. Если да, то что они говорят? Забыл запятую перед что. Серч, выключай учителя. На свои ошибки лучше обращай внимание. Да ладно, чуваки, не обижайтесь. Да, мои родители смотрят мои некоторые видео и говорят, что... Ну, чё бы уроки делал, а не за компьютером сидел. Да не, на самом деле они очень положительно к этому относятся и говорят, что молодец. Да. Серч, ну тип чё как? Ну, тип нормально. А ты можешь V7D7P не перематывать? Я что, зря всю неделю жду выпуски, чтобы смотреть двухминутные ролики и то, которые перематываются? Хорошо, я тебя услышал. Теперь я не буду перематывать Warface 7D7Plays. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Чё-то не получается у меня коварный смех сделать. Привет, братюня. Пожалуйста, скажи вот так. Сказал вот так. Короче, вопрос. Как дела? Что делаешь? Как лето? Ещё покажи игры на своём айфоне. Ещё вопрос. Как стать хорошим видеоблогером? Ещё последний. Поиграй на гитаре. Ещё точно последний вопрос. Покажи свой ПК. На этом всё. Удачи. Вау. На всё это я отвечал. Серч, вот ты живёшь в Нижнем Новгороде. Поблизости есть посёлок Юганец. Или Юганец. Или Юганец. Ты его знаешь? Если да, то мы соседи. А если я его не знаю, то мы не соседи. Даже не рассчитывай на это, чувак. Нет. Не прокатит. Серч, я бы хотел у тебя спросить. Будешь ли ты ещё делать ЛП? Очень интересно. Хотя ты не ответишь. Да. Я не отвечу. Ты как в воду смотрел. Меня лет в шесть пугала мама Кокой. Что такое Кока? Нет, ну я-то знаю, что такое Кока. Хотя не знал, кто это или что это. Но я представлял, что это длинное существо с длинным носом. Когда шёл домой из школы зимой, а в подъезде темной, я перепрыгивал через две ступеньки и включал свет на каждом этаже. Соболезную, чувак. Давайте поддержим парня лайком. Держись. Ужайся. Мы с тобой. Поэтому на этой весёлой ноте мы переходим к ответу недели. Я задавал вопрос, как я встретил свой Новый год. Ну а в этот раз я поинтересуюсь о следующем. Берёте и пишите в комментариях. Каким видом спорта вы занимались в детстве? Мне просто интересно, сколько спортивных пузырьков у меня на канале. Да. Просто я сам был спортсменом. Да я и сейчас тоже не промах. И да. На этом всё. Спасибо большое, ребята, за внимание. С вами был Сердж. Это был Фак 28. Пойду играть в снежки. Всем пока. Я приду к тебе ночью и съем все твои печеньки. Пока.